Приветствую вас! В основе вашей проблемы, на мой взгляд, лежит потребность в эмоциональной близости. То есть, то, что вы хотите повторить эмоциональную близость, которая у вас имела с человеком. Вот. И то, что для вас это значит. То есть, вполне вероятно, что вы не до конца принимаете себя. Вам нужно чувствовать близость для того, чтобы лучше себя воспринимать, грубо говоря. Вот. А без этого вам, ну, собственно, без этого вам тяжело, без этого вам сложно. То есть, подумайте, а вы человека не любите как такого, да, то есть, у вас нет именно чувства любви к нему. Именно чувства любви нет. Вы хотите, вы хотите почувствовать эмоциональную близость, то бишь, возможно, любовь. Это означает, что любви сами к себе вы не ощущаете по-видимому. А значит, себя вы не принимаете до конца. А значит, для вас выходом из ситуации является обретение любви по отношению к себе самой. Для начала, для начала, да. Вот. И уже потом, после этого, уже потом, после этого, можно будет о чем-то говорить. Дальше. Значит, а как можно побороть психологическую зависимость от человека, спрашиваете вы. Побаривать зависимость не нужно никак. Побаривать именно. Именно побаривать зависимость не нужно никак. Так. С зависимостью не борются, зависимость раскрывают. Понимаете? Вот. Зависимость раскрывают таким образом. Вот. То, что я хочу вам сказать. Зависимость раскрывают. Поэтому нужно определить ваши попредственности. Вот. То есть, в чем, в чем зависимость, собственно говоря, проявляется у вас. Вот. И уже после этого смотреть. В зависимости от того, какие у вас желания, да. В зависимости от того, что они из себя представляют. Вот. А пока вы пытаетесь побороть. А пока вы пытаетесь побороть. Пока вы пытаетесь подавить. В себе, вот. Свои желания, да. Ну, ничего, ничего хорошего из этого. Понятно не будет. Вот. Ну, просто потому что. Да. Откуда? Так. То есть, если желание есть, а вы им говорите, нет, вас быть не должно. Ну, допустим, это я, к примеру, говорю. Так. Вы пишите, мы с ним очень хорошо общались более десяти лет. Потом наши пути разошлись. У меня больше ни с кем не сложилось, ни с кем таких сердечных близких отношений. Ну, Катерина. Во-первых, вы заметите, вы не раскрываете характер отношений. С вами. То есть, вот именно характер отношений вы не раскрываете. Что это за отношения? У вас. То есть, вот вы говорите про сердечные и близкие. Как вы себя чувствовали в этих отношениях? Не потому ли у вас не сложилось, что вы постоянно сравнивали, ну, других людей с этим человеком? Вот. Не потому ли у вас не сложилось, что вы воспринимали его уход как потерю? То есть, не уход даже, а то, что ваши пути разошлись как потерю. Вот. Кстати, а почему ваши пути разошлись? Вот такой тоже важный момент, на мой взгляд. Что там произошло? Ну, вот. Ну, по-видимому, по-видимому, да, остались у вас недоговоренности, недосказанности. Вот. В гестарте это называется незавершенность и, собственно, нужно завершить. Вот. В гестарте это вот называется проработать. Гестаротерапия называется проработать, когда у человека остаются какие-то, ну, какие-то незавершенные вещи, да, которые мешают. И человек, собственно, постоянно возвращается к этим событиям, к событиям вот этих, тех времен, да. И постоянно ориентируется на них, вместо того, чтобы двигаться дальше. А, чтобы двигаться дальше, нет ресурсов, ибо это тянет назад. Незавершенность. Понимаете? И завершить не получается, и не завершенность, и завершенность нет. Вот. По факту. Вот. Дальше. Так. Я думаю об этом человеке. Каждый день предлагаю встретиться, пишу в соцсетях. Мне хочется повторения этой эмоциональной близости. Катерина, а вот, скажите, пожалуйста, вот, с чего вы решили, с чего вы решили, что человек даст вам эту бли... вам эту бли... Вот. Вот. С чего вы это решили? То есть, почему вы считаете, да, почему вы считаете, что он смотрит вам, да, то, что вы хотите? Он не заинтересован. Лучше, что я получаю, падать клас в ответ. Я зарекаю больше не навязываться со мной, проходит время, и я опять пишу. Для чего? Для чего? Да, вот, для чего вы пишите, пишите опять? Чтобы что? Вы говорите, я пытаюсь себя пересилить. Пересилить, это значит подавить свои желания. Не раскрыть их, не удовлетворить их. Не позволить им, им быть. А это значит не позволять быть собой. Это значит, что вы себе не позволяете быть собой. А это, в свою очередь, означает, что вам нужен другой человек для того, чтобы чувствовать себя собой. То есть, другой человек для того, чтобы восполнить то, чего нет у вас. То, чего вам не хватает. Ну, грубо говоря. Ну, так вот. Если вы обращаетесь за помощью, то значит пришло время взять ответственность за свои желания и реализовывать их самостоятельно. Раскрыть нужду вашу в этом человеке. Раскрыть желание, отделить желание и нужду от самого человека, что важно. И двигаться дальше. Двигаться дальше, вперёд. Вот так. В этом я могу вам помочь. Но могут помочь и мои коллеги. Так что выбирайте себе специалиста и начинайте работать. Ещё раз. Зависимость не нужно побаривать. Зависимость нужно раскрывать. Как и желания, которые лежат в её основе. Нужно раскрывать. Раскрывать. Признавать. Позволять им быть. И реализовывать. Вот это то, что является вашей задачей. Вашей основной задачей. Тем, над чем будете работать вы и ваш психолог, например. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. ПОДПИСОМЕЦИИ УДАВИН ВОИН УДАВИН ДОГО